Поговорим об аллергической крапивнице. При повторном контакте с аллергеном у человека может развиваться сыпь в виде крапивницы. Это волдыри, то есть такие бугорки на коже, которые возвышаются над уровнем здоровой кожи, часто ярко-красного цвета. Если мы надавим на них пальцем, то они исчезнут, потом появятся вновь. Что очень часто аллергическую крапивницу отличает, например, от инфекционной сыпи, так это зуд. Говоря проще, аллергическая крапивница часто сильно чешется. Возникать она может как на локальном участке кожи, так и по всему телу. Вне зависимости от того, аллергия после физического контакта произошла или после приема аллергена в пищу. Первая помощь стандартная, такая же, как при всех остальных аллергических реакциях. Первое, оно же главное, разобщение с аллергеном, то есть прекратить его повторное поступление в организм. Затем необходимо принять антигистаминный препарат. Лучше всего первого поколения, поскольку он действует наиболее быстро. Для маленьких детей это капель финистил, для более старших – супрастим. Также показаны эндросорбент и гипоаллергенная диета. Если крапивница достаточно распространенная и быстро нарастает, это повод для того, чтобы обратиться в скорую помощь. Приехавшая бригада может выполнить внутримышечную или внутривенную инъекцию глюкокортикоидными гормонами, которые являются наиболее сильными противоаллергическими препаратами. Продолжение следует...